итак вечер добрый вечер мы сегодня продолжаем наши вебинары по дубликации о том какие правильные шаги нужно делать для того чтобы наш бизнес был успешным неважно большой это бизнес маленький это бизнес но есть основные правила есть какие-то принципы и если мы делаем все правильно то мы достигнем успеха очень быстро итак на прошлом вебинаре мы говорили о том как ставить цели как создавать и работать с книгой контактов потому что мы понимаем что в нашем бизнесе важны люди важны связи важны новые инвесторы новые наши партнеры и даже если взять какой-то другой бизнес мы всегда работаем с какими-то партнерами и очень важно если мы научимся с ними работать разговаривать и выстраивать какую-то коммуникацию то есть наш весь цикл дубликаций он основывается на восьми основных задачах так вот на прошлом вебинаре мы две уже рассмотрели и сегодня мы поговорим о том как же планировать время как управлять этим временем для того чтобы все успевать и как мы делаем телефонные звонки как с ними работать как ним готовиться какие навыки коммуникации очень важны в телефонных разговорах и вообще в любых беседах конечно на эти темы можно говорить очень много очень долго я выбрала самые основные правила может быть самые основные рекомендации без которых ну нам в принципе никак и так что такое время время это ресурс который не восполняется его невозможно экономить у нас часто есть такое выражение сэкономить немножко времени и потом использовать его на отдых или на какие-то важные дела время невозможно экономить она идет непрерывно его можно тратить другим образом его можно тратить на вещи которые для нас имеют большую ценность и для этого очень важно правильно распланировать свой день распланировать свою неделю может быть месяц мы говорили что когда мы ставим перед собой цель или мы ставим какую-то задачу то мы намечаем путь как мы будем к этому идти и вот тут как раз нам очень нужно планирование потому что этот путь он должен быть полностью но если по возможности до чтобы мы могли предусмотреть какие у нас будут трудности какие у нас будут повороты поэтому мы конечно же все планируем и когда мы идем по плану у нас намного больше дел может быть сделано определенный короткий промежуток времени потому что мы четко понимаем что зачем нам нужно делать и так есть даже такое высказывание правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели да поэтому чтобы у нас не было плохих показателей что у нас были хорошие показатели мы будем планировать любую работу любые разговоры любые встречи и так какова цель вообще планирования это повышение собственной эффективности чтобы мы не тратили это время даром а чтобы мы тратили время на ценные вещи и так время тратить нужно на задачи высшей и важной ценности то есть мы должны понимать допустим в нашей работе за что нам платят может быть кто-то работает на заводе у него есть какая-то смена это как какие-то дежурства и не важно сколько время вернее не важно что он там делает ему платят за часы пребывания на работе и поэтому там особо планировать особо напрягаться не нужно но когда мы говорим о бизнесе мы должны понимать что каждое наше действие нам приносит какую-то выгоду поэтому для того чтобы допустим да я чуть не перескочила ладно давай так скажем что мы сначала понимаем за что нам платят и по это и это мы планируем да планируем работу дальше очень важно когда мы умеем выключить обедняющие привычки и включать обогащающие привычки то есть это тоже можно посмотреть и очень много рекомендаций в интернете до что мы отказываемся от вредных привычек потому что мы на них тратим время и это портит наше здоровье мы включаем в свой режим и дня какой-то небольшой спорт или утреннюю гимнастику мы включаем в дневной план может быть хотя бы 10-15 минут прочтения какой-то книги хорошо если это какие-то мотивационные книги но даже художественная литература когда мы читаем книгу мы все-таки обогащаемся и мы приучаемся к дисциплине потому что в бизнесе очень важна дисциплина поэтому и планируется все чтобы четко по плану все выполнять чтобы быть дисциплинированным для того чтобы помочь себе может быть делать только нужные дела не тратить время даром можно есть такой прием представлять себя эффективным допустим вы утром просыпаетесь и вы себе представляете что вы ждете повышение допустим по карьерной лестнице да или вы должны получить какую-то очень хорошую должность но тот человек который вам эту должность даст тот человек который будет вас повышать он наблюдает за вами какой вы хороший работник как вы проводите день на что вы тратите время своего дня то есть вы себе можете представить что за вами постоянно ходит оператор с камерой и снимает вас что вы делаете как вы просыпаетесь с чего вы день свой начинаете и тогда когда ты будешь думать что за мной и наблюдая человек который в принципе потом сделает для меня такие условия от которых я буду расти да то есть я заработаю больше денег я получу хорошую должность то я буду стараться показать себя с лучшей стороны я утром встану я обязательно сделаю гимнастику потому что это очень полезно для моего здоровья и пусть он видит что я озабочусь от своем здоровье я позавтракаю и я не буду сидеть в телефоне листать его и смотреть какую-то там ерунду и тратит на это время я позавтраку сразу пойду на работу да или сразу примусь за ту работу которая у меня на сегодня запланирована то есть вы будете если вы знаете что за вами наблюдают естественно вы захотите показать его с лучшей стороны так покажите себе себя с лучшей стороны каждый день то есть если мы научимся представлять себя эффективным то мы и будем становиться эффективными когда будем делать свои дела и выполнять тот план который мы на день наметили еще очень важно чтобы составить этот план просто записать себе распорядок своего дня очень важно понимать какие у нас цели на сегодня на сегодняшний день или на какое-то ближайшее будущее то есть мы в обязательном порядке составляем список можно каких-то десять главных целей которые у меня есть но не только на сегодняшний день да можно делать список дня можно делать какие-то цели расписать их от большего к меньшему от долгосрочного краткосрочного то о чем мы подробно разбирали на теме постановка целей вот сосредоточиться на том что для нас самое важное может быть какое-то дерево решение написать то есть план как мы эту важную свою значит цель будем достигать да будем выполнять потом очень интересный такой прием есть у брайана трэйси научиться действовать по принципу съесть лягушку что значит съесть лягушку если первым делом с утра вы должны съесть живую лягушку то утешение может служить то что это самое плохое что может с вами случиться за весь день то есть что это значит мы часто сталкиваемся с тем что есть вещи которые нам неприятно делать то есть нам очень нужно сделать но нам неприятно по разным причинам либо это звонок какому-то человеку негативному неприятному но мы знаем что нам это нужно сделать либо это сложнейшее какое-то дело которое нам не нравится но мы знаем что мы ну никак не продвинемся если мы это не сделаем и что мы делаем мы очень часто откладываем его на потом а брайан трэйси говорит что нужно это самое неприятное дело делать первым ставить его первым списке и первым делать Во-первых, это будет такое облегчение, что вы его сделали. Во-вторых, это будет нам очень большой заряд бодрости на целый день. Вы в своих глазах растете и говорите, боже, какой я молодец, я все-таки это сделал. И дальше мы спокойно приступаем к списку остальных дел с гораздо большим энтузиазмом и лучшим настроением. Вот откладывание, как раз-таки постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений до последнего момента, это как раз называется прокрастинация. Вот самое главное не попасться на удочку вот этого вот явления, чтобы мы не испытывали каких-то чувства вины перед собой, чувства вины перед теми людьми, может быть, которые ждут, что мы это выполним. Вот, чтобы каких-то душевных мук, страданий у нас не было, потому что мы действительно мучаемся. Если мы откладываем то, что нам не нравится, но мы понимаем, что нам это надо сделать, мы вообще мучаемся. Вот. Дальше при том, как мы будем планировать свой бизнес даже, да, мы должны понимать, что существует в бизнесе закон трех, он так и называется, закон трех. То есть из всех ваших знаний только три, три составляют 90% вашей стоимости, три ваших каких-то главных навыков, главных умений, которые вы можете выполнять и за что вы можете получать деньги. Мы когда-то говорили, что очень счастливый человек тот, который получает деньги, получает зарплату, для которого является работой, то дело, которое ему больше всего в жизни нравится, да. Мы говорим, что есть нелюбимая работа, но хорошо оплачиваемая, и мы ее выполняем. А есть любимая работа, есть дело, которое тебе очень нравится, и ты этим можешь зарабатывать на жизнь. Так вот, в бизнесе, который мы сами строим, у нас как раз есть такая возможность выявить в себе свои навыки, выявить в себе свои умения и применить их в бизнесе. То есть главная задача определить эти три дела и постоянно посвящать им большую часть своего времени, может быть, совершенствоваться, еще больше изучать, для того, чтобы мы знали, что вот это мой навык, который действительно принесет мне деньги. Это, в принципе, не очень сложно сделать. Допустим, чтобы понять, вот, что я, чем я могу зарабатывать, мы задаем себе вопрос. Если бы я целый день мог заниматься только одним делом, то какое дело принесло бы мне больше всего пользы? Вот, естественно, мы анализируем свои навыки, да, свои желания, свои умения. Вот из того, что я умею, что бы я мог делать, и это бы мне не надоело, и это бы мне принесло какую-то пользу. И таким образом мы поймем первое дело. Второй вопрос, если бы я мог заниматься только двумя делами в день, вот каждый день делать только вот два направления, то какое было бы дело моим вторым, приносящим больше всего пользы? И такой же мы задаем вопрос по нашему третьему направлению. Если бы я мог заниматься только тремя вещами, да вообще в жизни, да, по жизни ежедневно, то какое было бы третьим, которое приносило бы мне больше всего пользы в моем бизнесе? И таким образом мы поймем, чего мы хотим, что мы можем делать. Потому что главное правило этого закона – делать меньшее количество дел, но делать более важные вещи и отводить на них больше времени, и совершенствоваться в этих делах. То есть хорошим примером, например, служит вот профессия менеджера. Что должен уметь менеджер? Ему не нужно вышивать крестиком, ему не нужно уметь заваривать вкусный кофе или печь какие-то пироги. Менеджер должен уметь провести собеседование в том направлении, в котором он является менеджером. То есть он должен четко знать свой продукт, свое направление. Он должен уметь принять на работу и обучить, допустим, свою команду или тех людей, своих подчиненных, которых принимает на работу. И он должен уметь управлять ими, управлять их работой, чтобы их работа была наиболее продуктивной. Все. Менеджер, все остальное не будет приносить доход. Он будет получать деньги за то, что он выполняет вот эти три вещи – нанимает, обучает и управляет. Берем продавца. Что должен уметь продавец? Первое – он должен уметь сделать предложение. То есть это в каких-то странах это плюс языки какие-то. То есть он четко должен знать опять-таки свой продукт, свой товар, который он будет продавать. Второе – он должен уметь сделать презентацию этого товара. Он должен его со всей, с хорошей стороны показать, рассказать, чтобы покупатель захотел купить. И, естественно, довести сделку до конца, чтобы покупатель все-таки купил. Не просто сказал «Ой, как мне нравится!» «Ну, я подумаю, потом приду, может быть, когда-нибудь куплю». То есть продавец должен уметь продать. И все остальное, все остальные его навыки, пусть это будут его хобби, пусть это где-то ему помогают в его работе. Допустим, заварить тот же вкусный кофе и принести покупателю, пока вы разговариваете о товаре. Вот, если это, допустим, большой магазин, не знаю, магазин мебели, магазин техники, может быть, там магазин одежды, когда можно посидеть, поговорить, там померить. Но основное – он должен знать свой товар, он должен уметь сделать предложение и завершить сделку. Вот они три навыка, которые приносят доход. И если мы будем говорить о нашей компании, о Skyward Community, то какие навыки нужны, чтобы мы могли, ну, допустим, привлечь инвесторов, донести наш проект до людей, идею нашу донести до людей, заключить сделку, получить новых партнеров в компании. Что мы делаем? У нас есть определенные направления, которыми мы обладеваем, навыками в этих направлениях мы обладеваем. Мы приглашаем на вебинары, организовываем встречи, проводим телефонные переговоры, мы делаем презентации технологии, что очень важно, чтобы понимали, мы рассказываем о нашей технологии. Мы проводим вебинары, мы проводим какую-то мотивацию своих партнеров, приглашение в бизнес, методы работы со структурой, работа с возражениями, что самое немаловажное. Мы знаем, что мы очень часто сталкиваемся с возражениями. Заключения различных сделок. Так вот, этими навыками мы можем не владеть всеми. Возможно, кто-то умеет очень красиво делать презентацию. Я, например, на первых порах, когда пришла в компанию, я о технологии, а у Анатолия Эдуардовича я взахлёб рассказывала, взахлёб. То есть мои клиенты, которые приходили ко мне на маникюры, они сидели с открытым ртом, слушали. Ой, а что, мы уже закончили? А может, ещё что-то интересное расскажешь? То есть я настолько полюбила, вообще полюбила эту технологию, настолько полюбила это дело, которым я решила заняться, вот, что у меня очень хорошо получалась презентация. А моя коллега, которая меня пригласила, она очень красиво умела промотивировать, рассказать о бизнесе, рассказать, какой бизнес можно построить здесь, внутри нашей компании. Она хорошо знала маркетинг, она рассказывала все тонкости маркетинга, все маленькие такие вот направления и нюансы, как правильно работать с командой, как выстроить эту команду, структуру, чтобы заработать. То есть она делала акцент на бизнес. И вот в таком случае, в таком случае, допустим, я иду со своим навыком, она идёт со своим навыком, мы встречаемся с людьми, проводим презентацию, и каждый из нас делает, первое, то, что хорошо умеет, второе, то, что у него очень, то, что ему нравится, например, да, и тогда людям с нами будет интересно. Нам не нужно, вам не нужно, мы же как бы работаем с новичками сейчас, да, я больше обращаюсь к новичкам, что когда вы ещё не знаете всех тонкостей, когда вы не знаете нюансов, вы не знаете саму технологию, потому что очень много технических вопросов мы получаем, то вам не нужно браться самому за вот эти вот презентации, за мотивации, да, пригласите кого-то из коллег из своих, да, из кого-то из партнёров. Пусть они вам помогут провести беседу, провести телефонный разговор, или провести живую встречу какую-то, провести презентацию. То есть это очень важно. Но вот эти навыки, мы берём то, что мы умеем, и совершенствуем их, а потом коперируемся, вместе делаем одно общее дело. Также для успешного планирования, для успешного управления своим временем необходима ещё такая вещь. мы должны научиться, очень важно, чтобы мы научились, не делать маловажные вещи. Есть вещи, которые воруют наше время. В латышском выражении, в латышском языке это прямо воры, воры времени, да, то есть по-русски может быть не очень красиво получается. Но если мы научимся говорить слово «нет», то это сэкономит неожиданно много времени. То есть «нет» мы можем говорить. И тем, кто нас зовёт просто поболтать, пообсуждать какую-то политику, там ещё что-то. Нет, мы должны научиться говорить соцсетям, в которых мы просто просматриваем ленту, потом закрываем телефон, обнаруживаем, что мы два часа провели в телефоне, но при этом мы ничего не запомнили из того, что мы там смотрели, да. Вот. То есть «нет» тем вещам, которые воруют наше время и не приносят пользы. Можно даже составить рейтинг занятий под названием «Я больше никогда не буду этого делать». И пишите, что я не буду делать. Я не буду по утрам только проснувшись включать телефон. Это самая больная тема и самая большая проблема всех нас, потому что мы только просыпаемся, если телефон рядышком, мы тоже смотрим, где там в каких чатах, кто что написал, и мы цепляемся за это, а потом понимаем. Так, я не успел уже зарядку сделать, потом ещё немножко времени прошло. Так, я уже, наверное, не успеваю позавтракать. Ладно, выпью на ходу чашечку кофе, потом на работе перекушу там или ещё что-нибудь. И таким вот образом вы каждый сам для себя понимаете, что именно у вас забирает время, но не приносит пользы. Вы можете эти дела даже прописать. Если они у вас всё время будут мелькать перед глазами, то вполне возможно, что рано или поздно вы скажете, какой я молодец, я это уже не делаю. Я это давно уже не делаю. И мне без этого нормально, мне не становится плохо от того, что я два часа не просидела, не просматривала чаты с какими-то шутками или там ещё чем-нибудь. Вот. Ну, по планированию мы знаем, что каждый человек для себя выбирает разные, я их называю планеры, может быть, это тоже неправильный перевод на русский язык, планировщики, может быть, да, то есть все дневники всевозможные, ежедневники, кто как. Например, мне нравится писать дела на день, то есть я люблю список дел вот так вот писать, как вот на первой картинке, план на день, и потом вычеркиваю всё, что я сделала. То есть по плану действительно очень здорово выполнять свои работы, потому что ты, когда знаешь, что тебе надо, во-первых, ты можешь посмотреть, что из этих дел ты можешь сделать первым, вторым, третьим, это как в логистике, да, когда нужно товар развести по пяти магазинам, то вы смотрите, какой магазин находится ближе всего к складу и составляете маршрут так, чтобы, допустим, машина не там дважды по одному и тому же маршруту не проходила. Вот, при этом вы учитываете, во сколько какой магазин открывается и так далее. То есть так работает логистика. Здесь та же история, если у меня есть какие-то дела, которые следуют один за другим или удобно выполнить ведь по определенной очередности, то очень важно, когда мы уже знаем с утра весь список. Вот, кто-то любит на неделю расписывать по часам, то есть можете по часам расписывать. И тогда тоже, когда вы это выполняете, мы отмечаем то, что мы уже исполнили. Это тоже очень важно, когда мы отмечаем, не знаю, вычеркиваем, делаем каким-то другим цветом, ярким маркером или еще что-то, потому что каждое законченное дело становится источником энергии, энтузиазма и уверенности в себе. Мы растем в своих глазах, у нас повышается самооценка. Я молодец, я с этим справился, я это сделал. У меня на сегодня было запланировано 10 очень важных дел, я их всех выполнил, и у меня даже осталось время еще для хобби, для отдыха или еще для что-то. То есть вот эта вот энергия, она, знаете, она как наркотик. То есть если мы это делаем постоянно, то наш мозг запоминает вот это состояние счастья, состояние эйфории, когда мы довольны собой, и у нас начинает развиваться такая положительная зависимость, и нам будет хотеться еще что-то сделать, еще что-то сделать. И тогда у нас появляется желание ставить побольше цели, какие-то большие планы, выполнять более сложные задачи, особенно когда это связано с выходом из зоны комфорта. Мы вот ставим себе какое-то задание, которое у нас лягушкой называется, да, это тоже своего рода выход из зоны комфорта, потому что если нам не нравится это задание, это дело, которое нам надо сделать, это телефонный звонок, это встреча, этот разговор, и мы его откладываем, то мы себя вот задавливаем, вот сверлим себя, ну что ж я такой, то есть мы себя как будто бы опускаем, а если мы это сделали, мы себя поднимаем, мы растем в своих собственных глазах, и мы понимаем, да, мне было некомфортно, но я сделал этот шаг, я не сидел в своей раковине, где моя зона комфорта маленькая такая, и я не отстранился от этого неприятного дела, а я вышел из этой зоны, и я сделал его, и в следующий раз я понимаю, что я могу еще раз так сделать, и еще раз так сделать, а потом я смогу еще дальше шагнуть, еще более сложное дело сделать, и очень важно это в бизнесе, потому что это не только дисциплина, но это как раз тренировка борьбы с трудностями, с препятствиями, потому что если мы повернемся и посмотрим на тот путь, который прошел Анатолий Эдуардович, то для нас это очень яркий пример, когда у него и управление временем, и планы, и цели, и мечты, и выходы из комфорта, и когда человек умел подняться, сколько раз он падал, а сколько раз его, его падали, так скажем, да, сколько раз ему палки в колеса ставили, то есть для нас он действительно мощнейший, можно сказать, мотиватор и мощнейший пример человека, который целенаправленно идет к своей цели, да, каламбур получился, но тем не менее, вот, поэтому когда мы делаем бизнес свой, мы тоже должны быть к этому готовы, а если мы уже понимаем, как нам это делать, то есть, как говорится, предупрежден, значит вооружен, то есть у нас уже есть какие-то, какие-то навыки, какие-то знания. Еще очень хорошо проверить, насколько я эффективно использую время, свое время. Вы можете сделать такую диаграмму, написать несколько пунктов, на что мы тратим свое время. В нашей неделе 168 часов. Это как такое задание, и я об этом всегда говорю, потому что я рекомендую один раз каждому выполнить такое задание. мы берем и прописываем те пункты, на которые мы тратим время в течение недели, то есть это сон обязательный, какие-то процедуры, это общение с детьми, может быть, просто общение, может быть, там в школу, в детский сад отвезти, это родители, это отдых, хобби, друзья, еда, приготовление еды, если это женщина, которая тратит еще время на то, чтобы приготовить, обучение, образование, работа, дорога на работу, спорт, прогулки, то есть то, чем вы занимаетесь, и то, что для вас важно, и посмотреть примерно, сколько часов в день, и потом умножить на неделю, у вас уходит на каждый пункт. Перед вами моя первоначальная диаграмма, и у меня получилось так, что мне не понравилось, что у меня на спорт очень мало времени, что у меня на отдых очень мало времени, что у меня на общение с детьми катастрофически, оказывается, мало времени в неделю уходило. И потом, когда вы увидите свою диаграмму реальную, попробуйте сделать по тем же пунктам желаемое, как бы вы хотели. Если вы увидели, что на общение с детьми, со своей семьей у вас мало, возьмите, напишите туда больше часов, сколько бы вы хотели на это тратить время. И таким образом вы получите вторую диаграмму «Желаемая трата времени моей недели». И вот вы будете видеть, насколько каждая секция у вас отличается. И вот это как раз-таки и поможет вам распланировать дальше свою неделю. То есть меньше поспать, меньше посидеть в соцсетях. Кстати, у меня на тот момент я удалилась из соцсетей, там как раз были одноклассники, Facebook, ВКонтакты. Я отовсюду удалилась, я перестала этим пользоваться. Я даже, если где-то даже мой аккаунт остался, то я туда зайти не могу, потому что не помню пароль. Вот на тот момент у меня как раз-таки на соцсети оставалось очень мало, но это были уже чаты, просто чаты рабочие. И мне очень понравилось, что у меня очень мало времени уходит на это, потому что я знаю, что это самый главный вор нашего времени. И вот, когда вы будете видеть эти две диаграммы, вы увидите, какая разница в некоторых секциях, и вы сможете подпланировать, подкорректировать план своего каждого дня для того, чтобы ваша действительность приблизилась к желаемому. Вот так скажем. Вот. Это то, что я хотела сказать о планировании. Когда мы знаем все эти принципы, мы тогда конкретно можем чётко расписать свой день, расписать свои встречи, телефонные звонки, что касается бизнеса. В обязательном порядке нужно планировать отдых и время для семьи. Обязательно. Если вы не будете его планировать, вы не найдёте для этого времени. Если особенно вы обязательный человек и будете стараться в своём бизнесе выложиться на все 100%, то рано или поздно человек сгорает, он не может не отдыхать. Поэтому, если вы видите, что у вас такой вот насыщенный день получается, обязательно планируйте отдых. Если вы делаете план на неделю, то хорошо его делать в пятницу вечером. Если, допустим, у вас суббота и воскресенье уже не рабочие дни, то хорошо сделать в пятницу вечером, когда вы уже почти, ну, даже, можно сказать, после обеда, когда вы ещё не ушли головой мысленно, не ушли в выходные, вы ещё как будто бы в рабочем таком течении, да, но в то же время за пять дней все важные дела ваши рабочие уже сделаны. То есть у вас уже какое-то успокоение есть, у меня уже всё сделано, я уже скоро пойду отдыхать. Но в то же время вы ещё не отключились от работы, вы тогда можете запланировать свою следующую неделю. Во всяком случае, хотя бы какие-то основные дела, какие-то основные встречи уже можно запланировать. Это тоже очень полезно, потому что в воскресенье вечером садиться и писать план на понедельник очень сложно, очень сложно. Итак, что мы переходим, плавненько мы переходим к правилам телефонного этикета, да, то есть что такое телефонный этикет. Когда я начала изучать эту тему, я поняла, что, оказывается, существует ещё и телефонный этикет. Я этого не знала. Здесь я выписала, скажем так, вместе и телефонный этикет, то есть правила телефонного этикета, и правила, вернее, навыки коммуникации, как вести разговор. И в принципе, не важно, когда мы коммуницируем с человеком, не важно, это по телефону или это личная встреча, существуют определённые навыки, которые помогают нам провести переговоры. Итак, первое, очень важно, когда у нас есть план разговора. Мы должны понимать, какова цель нашего разговора, о чём мы хотим поговорить, и что мы хотим донести, и какой результат вообще нашей встречи. То есть мы должны это понимать. И это, когда мы пропишем план, то есть о каких пунктах мы обязательно должны поговорить, то это поможет достичь нашей цели. Этот план может быть не идеальным, но он составляется для того, чтобы вы не потеряли ниточку разговора, не забыли сказать или спросить самое главное. То есть мы составляем план. Очень важно, когда мы разговариваем по телефону, очень важно улыбаться. Потому что наш улыбающийся голос, он будет услышан, во-первых. Во-вторых, он будет более дружелюбный и расслабляющий. Я в своё время не умела переключиться, если у меня происходит какой-то неприятный разговор, что-то происходит такое. И вдруг звонит телефон, я поднимала трубку, я говорила одно слово, я говорила «алё», но я говорила «ещё в том настроении, в котором я ещё была вот 10 секунд назад, я ещё была в неприятном разговоре, в неприятной какой-то ситуации». И у меня нашлась... Ну, мне часто спрашивали, у тебя что-то случилось? Я говорю, ой, нет-нет-нет, ничего, всё хорошо. Всё, тогда начинаешь улыбаться, у тебя уже разговор, ну, у тебя уже голос становится другой. Вот. Но у меня была одна клиентка моя, которая психолог, и она тоже это чувствовала, наверное, неоднократно. Вот. И она мне об этом сказала. Она мне сказала, «Вы знаете, вы иногда поднимаете трубку, вы говорите слово «алё», мне кажется, что вы не рады меня слышать». А я говорю, нет-нет. И я ей объяснила ситуацию. Вот. И она мне посоветовала сделать себе какое-то напоминание, чтобы переключиться, что тот человек, который сейчас звонит, он абсолютно не знает, что со мной происходит в данный момент. И поэтому переключиться, и либо сказать, что ты не можешь сейчас говорить, что ты перезвонишь позже, или ещё что-то. И я себе на телефон наклеила такую маленькую наклеечку смайлика улыбающегося. И когда мне звонит телефон, я его поднимаю, у меня на экране горит смайлик, и он мне напоминает, что мне надо улыбнуться. Это очень хорошо работало. Даже когда наклейка потом уже вся стёрлась, я уже её смыла. Я когда брала телефон, и я видела, ой, там чего-то не хватает. А чего там не хватает? Так там же смайликом его не хватает. Потому что я уже настолько к нему привыкла, что когда его не стало, я тоже о нём помнила, и тоже как бы это мне было напоминанием, что нужно улыбаться во время разговора. Дальше очень важное правило соблюдать правила корпоративного стиля даже во время телефонного разговора. То есть мы знаем, что когда мы идём на встречу, мы одеваем деловую одежду, деловая встреча, да, мы там пользуемся ручкой нашей корпоративной, там ещё чем-то, какой-то атрибутикой. То есть это как бы норма, да, пойти на деловую встречу. Но во время телефонного разговора очень важно точно так же быть в удобной одежде, но в той одежде, которая подходит для переговоров. Не растянутые спортивные штаны, не пижама какая-то, да. То есть очень важно. Эта одежда, она обязывает нас перейти на деловой тон разговора. Она автоматом это сделает. Автоматом. Даже сами не заметите, но в одежде вы будете совсем по-другому разговаривать. Я не говорю, что мужчина должен сесть, одеть рубашку, пиджак, галстук, да, там, туфли. Нет. Пусть это будет просто рубашка, но пусть это не будет пижама, пусть это не будет растянутая майка или еще что-то. Это важно. Если вы попробуете, то, как говорится, почувствуй разницу. Вы можете почувствовать даже сами. Сами для себя так сделайте. Один раз так, один раз так, и вы поймете. Очень важно, чтобы у вас была удобная поза. То есть либо вы сидите, либо вы стоите у окна, чтобы вас ничего особо не отвлекало. Ну, естественно, не жевать во время разговоров, не пить кофе, потому что это все чувствуется. Даже если вы будете звонить человеку и в это время лежать на диване, то лежащий голос тоже будет услышан и тоже будет понятно, что вы лежите. То есть мы же на переговорах не будем лежать, правильно? Если мы приходим на встречу, то и здесь не нужно так делать. Ну и очень важно, чтобы у нас было хорошее настроение, потому что без настроения мы можем все испортить. очень важно. То есть лучше не звонить, если нет настроения. Лучше предупредить, если была договоренность какая-то о звонке, предупредить, сказать, позвоню немножко позже. Очень важно говорить медленно и четко. Не растягивать, но медленно и четко. Для того, чтобы вас понимали с первого раза. Вы все знаете, что к нам очень часто звонят по опросам и говорят, здравствуйте, меня зовут Катина, я говорю, есть у вас элементы? И мы такие, что? Что это было? То есть эти ребята, которые сидят в колл-центрах, им настолько важно проговорить свою фразу, чтобы вы не успели в этот момент положить трубку телефона, что они все проглатывают, они все. Другой раз я говорю, так, девушка, ну, я даже не услышала, как вас зовут. Я вообще не поняла, из какой вы компании, чему вы от меня хотите. Да, поэтому, чтобы мы так не выглядели, продумайте, как вы будете говорить. Можно даже порепетировать перед зеркалом. Вот. Но, тем не менее, очень важно подстроить скорость своей речи под скорость речи нашего клиента или собеседника. Если он говорит медленно, и нам нужно замедлить, не нужно тараторить, даже если мы привыкли говорить быстро. Я, например, могу говорить очень быстро, особенно, когда есть много информации, и мало времени, ты понимаешь, что ее надо просто выплеснуть. Но, тем не менее, мы должны научиться разговаривать с клиентом так, как разговаривает он. Почему это важно? Потому что, если человек говорит медленно, сам говорит медленно, то он точно так же медленно воспринимает информацию. И, если он вам медленно, а вы ему быстро, то он потеряет ниточку вашего разговора. Он уже может не понять. Ему надо, чтобы каждое слово садилось на свою полочку. Я, когда работала в детском саду, первая моя профессия, педагогическое образование, у меня воспитатель детского сада, вот там мы, конечно, разговаривали очень медленно. Мы им всем рассказывали, еще показывали, и жесты. То есть, там я научилась говорить медленно и самые главные вещи. То есть, выделить из разговора самое главное, их проговорить. Это тоже наука, этому тоже можно научиться и нужно учиться. Для этого очень важно репетировать, когда вы знаете, с кем вы пойдете разговаривать или кому вы будете звонить, вы можете проговорить все. И в то же время, если человек говорит четко, быстро, такой, знаете, как мы говорим, вот эти командиры, когда мы разбираем тему психотипов людей, да, мы говорим, что есть командир, который четко понимает цель, понимает, что нужно делать, как нужно делать. Ему не нужно ходить вокруг да около. Ты приходишь и говорит, есть бизнес, нужно сделать то-то, 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 заработать можно вот так и вот столько. Все. И если вы видите, что перед вами такой человек, сделайте выжимку из своего разговора. Подготовьтесь. Вот как раз тот план, о которых мы вначале сказали, он вам поможет. Сделайте четкую выжимку, и чтобы вы понимали, что главное нужно сказать этому перед нами сидящему психотипу, о чем мы будем говорить на следующих вебинарах. Дальше не перебивать. Очень важно не перебивать и позволить клиенту закончить то, о чем он говорит. Иначе вы можете его прервать речь, прервать его речь и сломать ход его мыслей, и он вам не сможет сказать то, что он хотел. С одной стороны, он может обидеться, с другой стороны, у вас может не получиться разговор, потому что он забыл, что он хотел вам сказать, и для него это было важно. Вот. Ну и, конечно, если мы уже задали вопрос, то нам нужно уже его выслушать. То есть перебивать ни в коем случае нельзя. Да, кто-то умеет вот так вот-вот-вот подходить, рассказывать, уходить, уезжать. Для этого у нас есть план, и мы возвращаемся к теме своего разговора, но не перебиваем, всегда дадим высказаться. Лучше внимательно слушать, слушать и записывать, для себя делать какие-то пометки. Да, потому что, когда мы слушаем человека, мы можем понять, какие мы вопросы можем ему задать. И когда мы говорили о том, как мы составляем список контактов, помните, я говорила, очень важно услышать все, что вам расскажет клиент, и записать для себя пометочки. Что для него важно? Какие у него цели в жизни? Какое у него хобби? Потому что это тоже очень важно. Что ему нравится, что ему не нравится? Какая у него семья, если он рассказывает о своей семье? Вы всегда потом можете в разговоре использовать это, спросить, как вы съездили на выставку, как там ваши дети на тренировке, как там на соревнованиях выступили ваши дети. Да, потому что вы услышали, о чем он говорил, а он говорит о том, что для него важно. И если вы его задаете вопрос и интересуетесь тем, что для него важно, он будет к вам уважительно относиться, потому что он понимает, что вы к нему уважительно относитесь, что он вам интересен, что вы запомнили то, что он рассказывал. Поэтому лучше слушай и жмурочку бумагу под рукой для того, чтобы какие-то сделать записи. Это потом обязательно нам поможет при следующих встречах, при следующих разговорах. Очень важно проявлять сопереживание к собеседнику, если он о чем-то вам грустным рассказывает или опыт в другой компании у него был плохой. То есть вы должны понимать, я понимаю, да, я понимаю, что вы имеете в виду, я знаю, как вам было сложно, потому что я когда-то там сама тоже, да, вот, я понимаю, почему вы так могли подумать. Ой, как здорово, это, наверное, вас так обрадовало, да, вот такие фразы, когда вы проявляете участие. Это, ну, обычные, нормальные обороты речи, когда мы доброжелательно относимся к своему собеседнику. Не видим в нём денежные мешоки, да, кошелёк, толстый кошелёк, и говорю, вот он богатый, сейчас я его, я тут заработаю, это мой бизнес, это будет классный у меня партнёр. Нет, прежде всего, это человек. И, как мы всегда говорим, мы несем благо, наш бизнес несёт, наша технология, она несёт благо обществу, благо людям, благо планете. Поэтому мы всегда с этим посылом идём на встречи с людьми, идём на эти разговоры, именно с этим посылом. Мы несем благо, и мы приглашаем вас в такой бизнес, который будет идти во благо всего, во человечество. Но я по-другому даже не могу сказать, потому что это так. Ещё очень важно, когда вы демонстрируете какую-то общность, то есть люди любят себе подобных. И если вы хотите быстрое взаимопонимание, то вам нужно найти что-то, какую-то похожесть, что вас может объединять. Допустим, если человек говорит, что у него есть собака, и у вас есть собака, обязательно скажите, у меня тоже есть собака, поговорите об этом. Или у моей подруги есть собака, я прихожу к ней, хожу с ней гулять, потому что вот я, например, не могу завести собаку и кота, потому что у моего мужа аллергия. Или, допустим, я даже так говорю, ой, как здорово, я так люблю собак, но я не могу завести, потому что вот такая ситуация. То есть когда вы находите что-то, что вас связывает, кроме вот того бизнеса, о котором мы сейчас говорим, это тоже хорошо, потому что это нормальные, человеческие, добросердечные взаимоотношения между людьми, такая добрая коммуникация. Также всегда нужно быть готовым к тому, что нам скажут, нет, не надо, спасибо, может быть грубо, может быть разным, будьте к этому готовы, не бойтесь, не пугайтесь, вспоминаем статистику, о которой мы уже говорили, что до 30% людей, до 30% людей скажут нам, нет, не пойдут с нами, не примут предложение, возможно, даже не захотят слушать, они имеют право на это, им это неинтересно, им некогда этим заниматься, у них есть свои дела, у них есть свой бизнес, это статистика, и мы к этому должны быть готовы, чтобы это нас не сломало, не разочаровало, не огорчило, чтобы мы не говорили, вот, мне 2 человека, я сегодня хотел 10 людей, 10 людей обзвонить, но мне двое уже сказали, нет, все, не буду больше никому звонить, им, наверное, вообще ничего никому не надо, да, чтобы такого не было, знаете, вот у меня 10 человек, из этих 10, 3 человека скажут мне, нет, стабильно, 4-й, возможно, тоже скажет, нет, ну, я к этому готов, но зато еще 6 человек, вот, вот с ними у меня все получится, то есть, когда мы идем с таким настроем, на встречи, на разговоры, то тогда, конечно, мы не сломаемся, и ничего с нами не произойдет, очень важно заканчивать разговор вежливо, не важно, что вам сказали, не важно, куда нас послали, мы все равно благодарим человека за то, что он уделил время на наш разговор, не важно, длинный он был, не длинный, на встречу, да, я сейчас говорю и о телефонных разговорах, и о встречах живых, спасибо, что уделили мне время, всего вам самого доброго, если нам даже человек сказал, ну, понимаете, вот сегодня он не мог об этом говорить, вот ему сегодня это было неинтересно, у него сегодня совсем другое настроение, другие важные дела, но он может быть готов с нами встретиться попозже, тогда мы говорим, спасибо, что сегодня потратили время, но давайте тогда, если вы хотите, мы договоримся, и мы всегда можем, то есть мы вежливо, мы предлагаем встретиться в другой раз, если он и тут говорит, нет, наверное, все-таки нет, ну, нет и нет, все, отпускаем человека, вот, но чаще всего бывает так, он говорит, ну, давайте, да, действительно, вы сегодня не вовремя как-то, я не настроен, давайте вот через недельку позвоните мне, и мы с вами пересечемся, да, поэтому, когда вы не будете впадать в агрессию, даже если вот вы встречаетесь с этой агрессией, а сглаживаете, то и человек становится добрее, и думает, ой, ну, в самом деле, ну, что-то я сейчас вспылил, вот что, ну, человек действительно пришел ко мне с каким-то хорошим предложением, я бы даже слушать не захотел, и вдруг почему-то вот я себя так повел, да, им иногда бывает стыдно, они даже иногда бывает извиняются, потому что они на вас рыкнули, а вы им говорите, я желаю вам всего хорошего, потому что, понимаете, если человек рычит, значит, у него что-то там произошло нехорошее, негативное, и этого человека хочется вот, ну, пожалеть, погладить, пожелать ему добра, потому что, ну, действительно у него что-то произошло, не мы виноваты в этом, он просто не смог переключиться, ну, и очень важно принимать все последующие действия после завершения своего звонка, или после завершения встречи, о которых мы договорились, если мы пообещали на e-mail прислать какие-то материалы, там на e-mail или на, в чате, да, какие-то ролики, дать какой-то документ, не знаю, у нас, допустим, просят какие-то сертификаты, или еще что-то, то есть, ответить на какой-то вопрос, на который вы не смогли ответить, да, мы тоже говорили, что, если нам задают вопрос, и мы не знаем, как на него ответить, не пугаемся, не замыкаемся, не придумываем ничего, а четко и конкретно, и честно говорим, вы знаете, я не задумывался, этот технический параметр меня как-то не интересовал, там, или я над этим не задумывалась, потому что я всецело доверяю Анатолию Эдуардовичу, и поэтому я знаю, что это так, но если вы хотите, я вам найду материал, я вам найду ответ на этот вопрос, я вам пришлю, или расскажу вам на следующей встрече, да, вот, то есть, очень важно, если мы уже договорились, нужно обязательно выполнить свои обещания, тогда мы будем с вами, естественно, выглядеть профессионалами, компетентными, и, как сказать, партнерами, подходящими партнерами по бизнесу, потому что вы знаете, что партнер по бизнесу рассматривается бизнес-человеком, да, бизнесменом, которого мы приглашаем, он рассматривается, под увеличительным стеклом, потому что, когда человек принимает решение вложить свои деньги и идти в бизнесе с каким-то своим компаньоном или партнером, он должен быть в нем уверен, что это профессионал, что он не подведет, что вот он умеет общаться, допустим, с клиентами, потому что мы же понимаем, что наш бизнес, он основан на общении с клиентами, на расширении команды, и вот на всем на этом. На сегодня у меня все, это все, что я хотела сказать, мне хотелось как раз именно об основных навыках коммуникации сказать и о планировании. И мы с вами встретимся на следующем вебинаре, в следующий четверг, вот, и вот там как раз мы поговорим о психотипах и о основном побуждающем факторе, что заставляет человека каждое утро встать и что-то делать. Всего хорошего, до свидания и до новой встречи. Я благодарю вас, кто был сейчас в прямом эфире, кто будет смотреть потом в записи. Пока и до новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok